Всем привет, красавицы! Сегодня будем говорить с вами про Алиэкспресс, про бижутерию, про нашу с вами девчуковую тему. Сразу напомню вам, что у меня есть группа ВКонтакте, пожалуйста, вступайте в нее и задавайте мне вопросы. Вы все время говорите, сними видео с мамой, сними видео с Ильей, сними там ответы на вопросы, нам нравится их смотреть. Девочки, а где вопросы тогда, чтобы я это снимала? Короче, пожалуйста, вступайте в группу, задавайте мне вопросы. Началась моя чокеромания, точнее сейчас она уже, знаете, набрала обороты и полностью завладела моим сознанием. И когда я пошла в магазин и увидела, что чокеры стоят, ну, достаточно дорого, думаю, а что же там на моем любимом Алиэкспресс происходит? И вот заказала себе несколько чокеров, вообще много всякого баловства себе заказала, и сейчас буду вам показывать. Вообще, бижутерия с Алиэкспресс это лотерея. Бывает, что украшения приходят, ну, вообще ни о чем, вот прям вот лютая гэ, но, девочки, как бы за эти деньги, ну, может быть и ничего страшного на самом деле. То есть, читайте отзывы, вы когда заказываете товар, вы пролистайте вниз максимально и почитайте, что люди пишут про этот товар, и вам станет гораздо легче на самом деле. Первое, что я вам покажу, что я заказала, я заказала вот такие вот бабочки, то есть, это галстуки бабочки у них, застежечка, как на бюстгалтере, такая, знаете, причем очень разработанная, тяжело закрывается. То есть, есть возможность регулировки размера, ну, извините, что я в футболке, я что-то не подумала, что можно рубашку было надеть. Вот такие бабочки. Я их купила разных цветов, сейчас вам покажу. Что я вообще купила бабочек, кстати, да? Тоже вопрос. Значит, смотрите, у меня есть розовенькая, беленькая, синяя, очень красивый цвет, вам камера его искажает, он в жизни круче. Зеленая, изумрудная, очень дорогой, красивый цвет. Черная, разумеется, ну, была бы глута, глута, глупо не взять черную. Нежно-голубая и желтая. Чего я вообще нагребла? Во-первых, потому что они были дешевые, на самом деле, а во-вторых, потому что у меня день рождения, я не знаю, оно пройдет к тому моменту, как вы увидите это видео или не пройдет. Я планирую свой день рождения в хипстерском стиле, то есть, это какие-то рубашки, бабочки, джинсы, кеды, ну, такое что-то, знаете. Мне кажется, это будет забавно. И для того, чтобы девчонкам как-то создать настроение, я буду вот такие бабочки вручать. Моя розовая, кстати. Ну, или белая, потому что у меня рубашка розовая в белый горох. Вот, купила, стоили недорого. Ссылки, кстати, постараюсь оставить, если они, во-первых, не сгорели, и во-вторых, если я не забуду. Если забуду, напишите мне. Следующая сумасшедшая вещь, которая понравилась многим в моем инстаграме, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, пришла в такой красивой коробочке. Это сережки в виде пауков. Я вставлю фотографию, потому что я сейчас их не вставлю красиво в ухо. Значит, что это такое? Это две части сережек, то есть, такие вот гвоздички, да. Видите, то есть, пузо у паука отсутствует. Вы вот эту часть вставляете в ушко, и сзади насаживаете ножки паучка. Вставлю фотографию. Я понимаю, что это не на каждый день. Они достаточно крупные. Вообще, как бы, вещи на любителя, но я люблю такие вещи. Я взяла для фото, если честно, взяла для, может быть, Хэллоуина, не знаю, но взяла. Прикольная вещь, вы знаете, они стоили вообще недорого, там, в пределах 100 рублей, но мне кажется, это оригинально. То есть, ну, вот где вы таких еще паучандр найдете? Такой, знаете, мордред. Ну, если кто «Темную башню» читал, вы меня поймете. Ну, и давайте тему сережек продолжим. Во-первых, на мне, сережечки, обратите внимание. Вот это модная тема с, ну, как модная, модная уже года два, наверное, то и больше, с разными шариками. То есть, здесь есть гвоздик и вот такой шарик, который нанизывается сверху. Значит, что мне, кстати, вот в этих не понравилось? Вот, смотрите, мне пришли немножечко бракованные. Вот я сейчас попытаюсь показать. Вот, видите, черные пятна? Это дефект краски. То есть, оно прям все как бы плохо. Оно, ну, это не справить. Я, конечно, надеваю, вроде бы это незаметно, но неприятно осознавать. Но стоили, девочки, эти сережки по 18 рублей каждая пара. Ну, мне кажется, это круто, потому что я зашла в магазин Фантазия, там какая-то бижутерия продается. И там вот пара вот таких вот сережек стоила 190 рублей. И я решила, что, нет, я буду любить Алиэкспресс. Я взяла вот такие вот сережки, которые я надевала на YouTube Creators Day. И в чем с ними проблема? Значит, прихожу я домой после мероприятия, вся такая веселая, значит, разбитная. И мне муж говорит, я не понял. Говорит, а что за шахтер тебя целовал в шею? Я говорю, чего? О чем речь? Оказывается, на мне были вот эти сережечки. И в какой-то момент я решила добавить духов на свое тело, будучи там на мероприятии, и пшикнула себе вот куда-то в область вот сюда. И духи разъели поверхность сережек. Вот сейчас я не знаю, как это показать. Вот, 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 видите? И вот эта краска, они сейчас, кстати, шершавые. Вот эта краска вот так мне как-то полилась и сделала мне такой забавный черный засос на шее. Ну, как забавный. Забавный, когда ты дома его как бы видишь, да? Но когда ты начинаешь осознавать, что ты весь день проходила с черной фигней на шее, как-то не очень приятно. Ну, просто знайте, что китайский пластик и спирт вообще как бы несовместимые вещи. Но красиво, элегантно. Мне именно нравится, что они матовые. Не знаю, почему-то это как-то круто. Вот в черном цвете, мне кажется, это очень круто. И у меня не воспалились уши. Вообще у меня уши склонны к контактному дерматиту. То есть буквально шаг влево, шаг вправо, и у меня уши зудят, я бижутерию носить не могу. А тут у меня все нормально. То есть вот и вот эти серебристые отлично на мне, и черные тоже. Также я взяла вот такие беленькие. Они как жемчуг, только матовые. Вот это, по-моему, вообще самый красивый вариант, что есть. Потому что брать глянцевый жемчуг, ну это знаете, ну как вам сказать? То есть типа, как бы я нищая, да, у меня денег на жемчуг нет, но я буду носить вот такие вот там сережки. Думайте, что это жемчуг. Нет. То есть как бы вот эти сережки кричат о том, что они пластиковые. Ну и пофигу, зато как бы вот мне нравится. Вот это выглядит очень красиво в ушах, почему-то освежает лицо. Я не ожидала, я на них ставку не делала. Просто я думаю, ну взяла черные, надо и белые брать. Вот, ну и как бы в комплект к серебристым вот этим я взяла золотые. Золотые я еще даже не надевала. Давайте, кстати, может наденем, посмотрим, как они. Значит, вот такие шарики, достаточно привлекающие, на мой взгляд, к себе внимание. Ну, ничего страшного. Это такое, знаете, желтое золото цвет, то есть не розовое золото, которое будет гармонировать с вашей, допустим, остальной ювелиркой или бижутерией. Ну, давайте поменяем. Вот так вот начали видео в одних сережках, а закончим в других. Вот такие вот мы с вами непостоянные женщины. Ну, мне кажется, неплохо. За 18 рублей это вообще огонь. Мне кажется, супер. Ну, и обратимся к чокерам, к виновникам торжества. Значит, самый мой на данный момент любимый чокер вот такой. Я вам буду вставлять фотографии, потому что у меня есть фотографии. Значит, что, в чем фишка этого чокера? Он двойной. Он сделан из материала, похожего на замшу. И здесь висит вот такой вот бриллиантик. Ну, там как-то там называлось, короче, даймонд, что-то там. Ну, понятно, что это. То есть, это, сейчас, вот такая решетка, в которой находится стекляшка. Защелка, ну, защелка, застежка, да, у них у всех одинаковая. Вот такая самая обычная, которая уже у меня облезла, окислилась. Ну, как бы, ну, и пофигу, оно там находится на шее сзади. Вы ее не увидите. Два шнурочка и висит вот эта штука. Мне очень нравится, как это выглядит. Это, конечно, на любителя. Вообще, чокер – это, ну, такой бунтарский немножко элемент. Кому-то не нравится, кто-то пишет, там, вот, стыдоба, тебе под тридцатник, а ты в чокере. Да, я в чокере. Я еще, блин, захочу татуху себе на ягодицы набью, как бы. Следующий чокер, который меня расстроил, он на фото, я найду, постараюсь найти, скопировать фотографию, вставить вам, он на фото выглядел шикарно. То есть, это вот такие полоски, которые, по идее, должны были немножко раскрываться и подчеркивать шею. На самом деле, когда вы его застегиваете, сейчас покажу, они сливаются в одну полоску, и то, что это, как бы, разные, ну, короче, это не видно ничего. Совсем некрасиво, но я найду тоже фотографию, вставлю. Но если бы он, конечно, вот так вот раскрывался, да, это было бы круто. И он такой, знаете, интересный, не привлекающий к себе внимание, как бы, да, на нем нет никаких декоративных элементов, но он очень сексуальный, если можно так говорить. Ну, а почему, как бы, не говорить, да? Но его я носила меньше остальных, потому что, ну, не знаю, как-то мне не нравится, что это просто одна тупо черная полоска на шее. Я ждала другого. И тоже очень классный чокер, который мне безумно нравится. Это вот такой чокер с ключиком. Там вариантов миллион. Вы можете выбрать, что у вас будет висеть. То есть, основа вот такая вот, да. А выбрать, какой элемент декоративный будет висеть, вы можете сами по своему усмотрению. Я выбрала ключик. Для меня вообще, знаете, ключ – это символ, на самом деле. Я ключики всегда любила, люблю, и, ну, по мне это круто. То есть, он вот такой, такая бархатка, как прям у кошки какой-нибудь персидской. И висит ключик. Мне нравится. Мне очень нравится. Несмотря на то, что он бархатный такой, да, он все равно, ну, более спортивный, что ли. Вот он какой-то, ну, как сказать, непритязательный к остальной вашей одежде. Ну, тут всякие, ну, как обычно, защелки. Я вот эти штуки люблю обрезать, если честно, потому что они меня бесят, когда они там у меня болтаются на шее. Собственно, это все, что я заказала с Алиэкспресс. Спасибо, что посмотрели. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу моих покупок. Делитесь какими-то своими интересными находками. Мне все будет очень интересно смотреть. Пожалуйста, подпишитесь на меня, боже мой. Ну, мы же с вами так никогда 10 тысяч не насобираем подписчиков. Очень сильно вас всех люблю. Вы классные. Берегите свою кожу, носите качественные украшения и пейте больше воды. Вы супер и пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»